Добрый день, уважаемые зрители и Сергей Борисович. Добрый день. Снова хотелось бы поговорить о такой тематике, как удачнее и перспективнее всех грабить. На днях, во-первых, Государственная Дума в первом чтении приняла закон о налогообложении криптовалют. Они теперь признаются ни валютами, ни деньгами. До этого Центробанк дойти не может. Они признаются имуществом, облагаются налогом. В прошлый раз мы говорили о том, как брать налоги с тех компаний, которые не локализованы в России, но, тем не менее, их можно как-то попытаться к этому принудить, потому что они пользуются гражданами России. Какие Вы еще видите интересные явления в этом направлении, которые нормы эксплуатации населения, бизнеса разных размеров развивают и внедряют? Ну, для начала прокомментирую ситуацию с криптовалютами. Хочется сказать, поставивши, разумеется, огромный смайлик, что это огромный шаг вперед. Я еще неплохо помню статью одного из руководителей Центрального банка, который писал, что криптовалюты являются не деньгами, а преступлением перед российским законом, и тех, кто эти валюты генерирует, и тех, кто ими пользуется, необходимо подвергнуть уголовному преследованию. Все-таки теперь это уже не уголовное преследование, теперь это уже просто налогообложение. То есть, более гуманно. А ведь могли отобрать все, да? А ведь могли отобрать все еще и посадить. То есть, здесь можно сказать, что гуманизация наших законов просто налицо. А если серьезно, то, конечно же, очень весело наблюдать ситуацию, когда страна, построенная целиком на олигархическом капитале, которая постоянно увеличивается, изо всех сил изыскывает, ну, хоть какие-то возможности, хоть по мелочи, но что-то еще взять с основной части населения. Смотрите, в любой ситуации у вас практически всегда существует два типа налогов. У вас есть налог на основную часть населения, от которого практически невозможно уклониться. И имеется налог на высокие капиталы. Но налог на высокие капиталы в значительной мере владельцы этих капиталов платят добровольно. То есть, они могут от них уклониться. Поскольку людей, у которых денег много, их количество невелико, а у тех, у кого денег небольшое количество, их много, то, собственно говоря, в основном государство стремится собирать деньги с населения. Не с компанией, не с олигархата. И это касается российского государства, американского государства, да и любого другого вообще за всю человеческую историю всегда делалось так. Существует такой вполне известный график, доля которой домохозяйство или семья тратит на абсолютно неизбежные для них затраты в общей доле того, что они получают. Ну, например, предположим, вы получаете условно 20 тысяч рублей, из них у вас там 6 тысяч уходят на ЖКХ со всеми окружающими свойствами, там на 10 тысяч вы питаетесь, ну и, соответственно, там на 2 тысячам нужно купить хоть какие-то вещи, связанные с одеждой, ну, чтобы вообще вы могли и добраться до работы. Итого у вас получается из 20 ваших тысяч, 18 тысяч вы потратили только на необходимое, и вы не можете эти деньги уменьшить при всем желании. Отсюда 90% ваших трат – это необходимые траты. Когда вы начинаете зарабатывать больше, ваши необходимые траты соответственно остаются примерно теми же, а доходы увеличиваются. Вы по-прежнему заплатили 18 тысяч, а вы получаете уже не 20, а 30. Ладно, у вас там вы стали лучше питаться, заплатили 25, но вы получаете уже 50. У вас все больше и больше средств, которые вы можете использовать на удовольствие, на накопление и так далее. Эта кривая, она гиперболическая, у нее есть точка перегиба, и эта точка перегиба – это физическая величина прожиточного минимума. Если у вас доход меньше этой величины, у вас нет резервов, и любая жизненная катастрофа на болезнь, например, мгновенно делает вас нищими, если у вас больше этой суммы, вы можете начинать резервировать. Так вот, смотрите. Вся суть политики большинства государств заключается в очень простой формуле. Медианная заработная плата, то есть та плата, которую получает основная часть населения страны, должна быть равна прожиточному минимуму. Это точка. Если у вас идет положительный период роста, люди начинают зарабатывать больше. В этом случае обязательно придумываются либо новые налоги, либо новые сборы, задача которых – оттолкнуть кривую обратно. По идее, в нормальном государстве, в случае критисов, наоборот, эти нагрузки снижают, чтобы толкнуть кривую в правильную сторону. Но наша дума – это действительно люди нечеловечески жадные. Они даже в кризис хотят увеличивать налоговую нагрузку и нагрузку сборов на людей. В этой ситуации, похоже, они просто уже не умеют по-другому. Они в этом плане перестают мыслить. У них только одна ваша желание – получить еще какую-то возможность надавить на население. Но логика всегда одна и та же. Отсюда, соответственно, смотрите, ведь можно же очень по-разному получать деньги. Вот не так давно я прочитал, что та же самая Государственная Дума хочет наложить акциза на сахаросодержащие напитки. Базовое содержание. Но, вероятно, нас слушают, и кто-то, наконец, услышал, что от диабета Россия за этот год потеряла минимум втрое больше людей, чем от коронавируса. Вот из-за сладких напитков у людей развивается диабет. Да, действительно, сладкие напитки вредны. Но при этом как бы с этим борются. На бутылке просто делают акциз. После чего производители повышают на них цену на величину этого акциза. Бутылку сладкой воды дети будут пить столько же, сколько они ее пили и раньше. Но теперь с каждой бутылки этой воды сколько-то рублей в обязательном порядке пойдет государству. То же самое было раньше сделано с вином. Они тоже пьют столько же, сколько и раньше. И государство с удовольствием получает с этого свою прибыль. Так вот, вино обложили, табак обложили, теперь сладкую воду обложили. Но по идее, в общем-то, будь вложение, обложить можно все, что угодно, объявив именно это вредным товаром. И вот вам отличная возможность для того, чтобы получить еще и еще деньги. Только замечу здесь, что с биткоинами это не так. Биткоины у тех людей, которые находятся на нижней части кривой, у которых мало денег, поверьте, у них нет биткоинов, они в них не вкладывают. Биткоины – это попытка работать с деньгами в общем-то некоторой части интеллектуальной элиты, которая всю жизнь считала себя средним классом, включая программистскую элиту. И в этом плане, если акциза на сладкое – это удар по нижнему классу, то налог на криптовалюту – это удар потому, что осталось от среднего класса, от тех его блоков и кусочков, которые не так уж сильно пострадали в коронавирус, поскольку их работа в значительной мере и до этого была дистантной, оказалась тоже нужна. Теперь и от них возьмут их кусочки денег. Это звучит как соединение двух вещей. То есть, с одной стороны, современная экономика должна стремиться к повышению ликвидности, к постоянной оборачиваемости денежных средств. С этой точки зрения, как мы когда-то говорили о свойствах врачей, когда коронакризис только начинался, так можно говорить и о свойствах экономистов, которые всячески пытаются эти деньги запустить в оборот. Но также второй момент – это смещение уровня денежных запасов, собственно говоря, с нижнего или среднего класса на уровень государства. И здесь вопрос, как бы пустят ли государство собранные деньги, например, на какое-то развитие, или оно их положит в какие-то те же самые запасы. Причем находящиеся, между прочим, в основном на западных счетах. Я в данном случае говорю не об экспорте капитала, а о том, что на стабилизационный фонд, он в общем номинирован в иностранной валюте. И в этом плане в действительности работает не на нашу экономику сейчас. А смотрите, государство уже по этому поводу имеет простые возможности. Когда только кризис начинался, был уже написан списочек фирмы, компаний, которые будут получать государственную помощь. И вот перед вами нормальный механизм. Вы забираете деньги у низшего класса, части у среднего. И через систему государственной помощи отправляете их в верхний класс все тот же олигархат. И мы это видим, потому что его доходы увеличиваются, доходы всех остальных падают. Это нормальный механизм. Другой вопрос, опять же, поймите меня правильно, он совершенно не уникальный. Он в Америке точно так же, а может и в большей степени работает, чем здесь. И в этом плане, ну, я могу даже сказать простым языком, это нормальная работа стандартной капиталистической эксплуатационной модели. А экономика потребления, несмотря на то, что она прекрасно показана как экономика всеобщего благоденствия, это нормальная капиталистическая модель, базовая задача которой создание механизма, причем замыкающегося механизма, перекачки средств от низших классов к высшим, что и работает. То есть, следует ожидать возникновения новых дивных форм этой перекачки. Что может сказать прогностику этой ситуации? А я не уверен, что есть еще какие-то формы. То есть, уже исчерпали? Запад великолепно исчерпал все формы перегрузки через Велфер. То есть, через необходимость поддерживать жизненный уровень тех слоев населения, которые иногда уже в двух-трех поколениях вообще никогда нигде не работали. Теперь они добавили туда идею безусловно вмененного дохода, а это Велфер доведен до своего логического предела. При этом они явно не отдают себе отчета в том, что у неработающих родителей никогда не вырастут работающие дети. То есть, если вы выключаете человека из деятельности и даете ему право иметь детей, эти дети тоже будут выключены из деятельности. Рано или поздно это приведет к сильнейшему кризису. И этот кризис совершенно неизбежен. Вот это их механизм. Они в основном работают таким образом. Наш механизм, он в основном работает через систему налогообложения. У нас нет прямой формы перекачки из среднего класса в низший, мы перекачиваем из низшего в высшего. У нас другая логика развития. Но в целом я скажу сказать, что все возможности уже сделаны. Единственное, что ну это я просто не могу не привести как пример, уж очень смешно. Я ведь очень хорошо помню, девяностые годы был период, когда у людей совсем не было денег. Ну а дети у всех росли. У меня как раз тогда были маленькие совсем дети. И они хотели конфеток. И самым выгодным бизнесом в России были маленькие конфетки, которые стоили какие-то совершенно ничтожные деньги за одну штуку. Их и можно было купить за одну штуку. Но их себестоимость была еще в 5-6 раз меньше. Поэтому, грубо говоря, там на нескольких десятках килограммов этих конфет можно было сделать вполне вменяемые деньги. Их покупали, они пользовались высоким спросом. Поскольку просто ничего другого купить было нельзя. Так вот, я начал некоторое время назад подумал, попытался посчитать экономику наших коронавирусных масок. Себестоимость такой маски менее рубля. Цены, по которым они продаются, я видел самые разные. От 10 рублей до 30, а за особые красивые черные до 90. Норму прибыли на каждой маске прикиньте сами. Количество масок, которые продаются, вы можете прикинуть, исходя из известных норм потребнадзора и количества людей в России. Совершенно великолепный бизнес, просто звездный. Поэтому, когда я читаю фразы типа «У Роспотребнадзора спросили, когда будет прекращен масочный режим», и он ответил, я вам могу сказать очень простую вещь. Дамы и господа, при такой норме прибыли какие-то основания для масочного режима будут искать всегда. Пока, разумеется, в России не произойдет серьезного изменения политического курса в сторону реальной деятельности, а не зарабатывания денег за счет грабежа уж совсем мелких слоев населения. Но, если честно, вообще-то восхититься вот этой масочной экономикой, я думаю, ей просто можно восхититься. Ведь это возможно взять косвенный налог просто с любого человека и получить на этом косвенном налоге огромную, да, она маленькая по увеличению, но огромная в процентном отношении прибыль, а умножив на число людей, и величина оказывается очень даже вменяемой. Вот так это делается у нас. Что ж, на фоне новостей про атомную энергетику выглядит несколько печально. А это Россия. И она всегда была такой. Что у нас делается, помните, это у Евтушенко, его поэма «Братская газ», по-моему, 63-й год, он выразился очень точно, это никуда не делось по Советскому Союзу, две разных жизни было у страны. У этой страны всегда две жизни. И слава Богу, что две, потому что была бы только погоня за копеечной прибылью, этой страны давно бы не было. Как многих десятков стран, которые исчезли в ходе истории, сейчас я делаю курс вековые конфликты, и очень многих стран и народов, которые просто исчезли, очень жалко, потому что они какой-то кусочек мира унесли с собой, и его уже никогда не будут. Мы сейчас вновь оказались в ситуации, где высокие риски для России и русского культурного кода. Но, честно говоря, мне бы не хотелось, чтобы мы дошли до ситуации, когда нас будут вспоминать, да, была такая интересная цивилизация, и кучу интересных и тонких вещей сделала, жаль, не пережила кризиса 2020-х. Что ж, это еще один маленький штрих в рассказ о культурном коде России. Спасибо, Сергей Борисович. Спасибо, но я, в общем-то, все-таки пока еще, как это, все-таки для меня Мбир более важный репер, чем Маски. Будем надеяться. Спасибо.